Встреча с молодежью прошла и в Чувашском педагогическом университете. Там с самыми активными студентами встретился депутат Госдумы Николай Малов. О том, что интересует современную молодежь, говорили за круглым столом. Руководителя волонтерской организации Анну Карпееву беспокоит дальнейшая поддержка добровольческого движения. Николай Малов ответил, что волонтеры будут поддерживаться в стране до тех пор, пока в их помощи будут нуждаться. Мы реализуем социальные проекты, такие как арт-мастерские в гостях у детей. Недавно совместно с МВД Чувашской республики мы ездили в социально-революционный центр Ленинского района, проводили квест по формированию правовой культуры у учеников. В этом году наша организация заняла первое место в конкурсе «Мы – будущее города Чебоксары» в номинации «Лучшая молодежная организация города». Молодой учитель первой гимназии и одновременно магистрант педуниверситета Александр Золотов спросил о введении третьего обязательного ЕГЭ. Будет ли он все-таки, какой это будет экзамен и нужен ли он для внедрения? Хотелось бы услышать ваше мнение по этому поводу, как это будет происходить. Спасибо большое. В 2022 году предполагается, что третий обязательный экзамен будет иностранным языком. То есть федеральный министр не только вчера в интервью, но и до этого говорил о том, что сейчас будет идти в рамках повышения квалификации учителей, в основном предметников, иностранного языка будет подготовка ввестись к тому, чтобы третий все-таки планирует федеральный министерство взять это обязательно как раз иностранный язык. Я думаю, это в принципе правильно. Самым активным и телеустремленным студентам и сотрудникам вуза вручили благодарственные письма и почетные грамоты. Николай Малов отметил, с такой молодежью можно быть уверенными в будущем страны. Праздничный день, день молодежи. Конечно, общаясь с нашей молодежью, я понимаю, что она еще является источником энергии. Поэтому только положительные эмоции. Были, может быть, не совсем и простые вопросы, которые требуют не просто внимательного отношения, но и конкретных действий. Но для этого мы и собираемся, для этого мы и общаемся. Мы должны чувствовать вот эту связь, это дыхание юности, молодости.